Продолжение следует... Ну что ж, приступаем к этой процедуре. Поделив волосы, начинаем наносить средство по всей длине. Только не забываем отступать сантиметра от корней. Здесь каждый миллиметр имеет значение. С виду кератин напоминает обычную краску для волос. При вытяжке утюжком, где не нанесен состав, где будет пробел большой, там просто сожгутся волосы. Тут все довольно... Вообще процедура кератина, она довольно очень кропотливая. Средство нанесено. Теперь нужно подождать 30 минут для того, чтобы кератин впитал все волосы. После чего их нужно тщательно просушить. Делать это следует феном и только в режиме холодного воздуха. Процесс закончен. Убираем фен в сторону и приступаем к самому главному и сложному шагу в процедуре – выпрямлению волос. Если во время этого действия появляется дым и неприятный запах, не пугайтесь. С вашими волосами ничего не произойдет. Их защищает оболочка из кератина. Таким образом, средство реагирует на горячее воздействие. В дальнейшем это не повторится. Дело остается за малым. Это тщательно помыть волосы и высушить. Также следует знать, что после процедуры нужно пользоваться шампунями, которые не содержат сульфат. Иначе кератин смоется. А сушить волосы феном необходимо вертикально, сверху вниз. Сейчас я наношу органовое масло. Последний завершающий этап. Спустя 4 часа труда и терпения процесс закончен. Как говорится, результат налицо. Волосы стали прямыми, живыми и блестящими. На вид эта процедура кажется несложной. Но даже не думать повторить ее дома. Без руки мастера вы либо не добьетесь желаемого результата, или вовсе сожжете волосы. Магина Жуна Закова, Роман Ван Шанакун.